Есть вопросы? Да. Вы говорите о еврейском законе, который сегодня актуален для евреев. Но тогда почему бы не идти до конца в применении еврейского закона, когда вы говорите, что арабы не имеют права голосовать и занимать должности? Да, я так сказал. В Израиле вы имеете в виду, что демократия отменяется, но при этом сами тут же предлагаете демократию только для евреев. Но по еврейскому закону вообще не нужно голосовать ни евреям, ни арабам. Может быть, вы тоже примешиваете к Торе нееврейские понятия? Ни в коем случае. Если мы, как меньшинство, попытаемся навязать такую форму правления большинству, это гарантированно приведет к гражданской войне. А это будет самое худшее, что может произойти с еврейским народом. Я уверен, что если мы сможем убедить незначительное большинство принять закон Торы, то, конечно, мы так и поступим. Потому что в таком случае вопрос о гражданской войне снимается. Гражданская война – это самая ужасная вещь в мире. Упаси Бог, даже подумать когда-нибудь о ней. А гражданская война станет такой же неизбежной, как ночь после дня, если мы, как 15 или 20 процентов, начнем навязывать 80 процентам евреев еврейский закон. Вы абсолютно правы. Конечно, это неправильно. Но в этом случае гражданская война неизбежна. А мы не найдем в Библии ни одного места, где бы пророк призывал людей сбросить царя и начать гражданскую войну. Вы правы. Демократия – не еврейское понятие. И огромная трагедия в том, что из-за любви к евреям мы вынуждены отступить. В каком-то смысле мы вынуждены отказаться от этого.